Больницы городского округа Люберцы пополнились новыми аппаратами МРТ. Современное оборудование поступило по программе губернатора здравоохранения Подмосковья и уже приступило к работе. О способностях томографов в нашей съемочной группе рассказали врачи. Подскажите, пожалуйста, ваша фамилия, имя, отчество. Жаскина, Катяна, Владимир. Во время обследования рентген-лаборант находится за дверью, но это не мешает ему быть на связи с пациентом. Все, что происходит в кабинете МРТ, под пристальным вниманием и контролем медиков. Вот камера, и мы в камеру наблюдаем еще поведение пациента. И все это видим. Мало того, что ему дается сигнальная груша на случай, если он будет плохо себя чувствовать, мы еще можем визуально и по звуку тоже определять состояние пациента. Пациентке Татьяне Жаткиной неоднократно приходилось делать МРТ. Женщина периодически лечится в отделении неврологии Люберецкой областной больницы. Раньше для исследований на этом аппарате она обращалась в платные клиники. Сейчас такой необходимости уже нет. Все на месте. Никуда не надо ехать, никуда не надо бегать, как говорится. Все в одном месте. Это очень хорошо. Современный аппарат не только облегчит жизнь пациентов, но и улучшит работу врачей. На базе стационарных отделений Люберецкой областной больницы это пока первый магнитно-резонансный томограф. Мы вошли в программу губернатора Московской области. Все, что касается модернизации здравоохранения. И мы, по сути, в том году начали, сейчас завершаем. Наши жители будут получать такую очень своевременную помощь, диагностику, которая впоследствии поможет выздоровлению. Кабинет магнитно-резонансной томографии появился и в детской больнице. В Московском областном центре охраны материнства и детства это уже второй аппарат МРТ. Но он значительно отличается от своего предшественника. Это аппарат с высокой индукцией магнитного поля, полтора Тесла. Основные ключевые преимущества – это качество изображения, скорость проведения исследования, что является ключевым преимуществом для детей под медицинской седацией, под наркозом. Если на аппарате предыдущем, который находится у нас в консультативно-диагностическом центре в ГДЦ, самая минимальная программа длится 40 минут, то здесь 10 минут. Новый МРТ расширил спектр диагностики маленьких пациентов. Теперь с помощью высокотехнологичного оборудования врачи исследуют органы брюшной полости и малого таза. Кабинет магнитно-резонансной томографии уже заработал в полную мощность и в круглосуточном режиме.